Я очень честно, очень отвечу на ваш вопрос. Вот начинает с такой красоты. Да смотрите до конца, в конце будет очень интересный, классный анекдот на эту тему. Девочки, обращаюсь именно к девочкам, что от возраста не зависит, хотите ли вы съесть кекс или вы не хотите. Если, скажу так заранее, я скорпион по знаку гороскоп, и мне никогда с этим желанием не было проблем. Но бывают случаи разные. Или вы от природы фригидная, или вам просто это неинтересно, или болячки разные, или психологически какие-то моменты тяжелые пережили, не дай бог, девочки. Но скажу, нормальное состояние женщины, естественно наполнять себя вот этой кексовой энергией. Обязательно. Это здоровье, это эмоции, это кровообращение в плане энергетики это женщину делает живой. Но не только это, поверьте мне. Некоторые говорят, ой, сразу видно, что у нее там что-то там, она долго кекс не ела. Ничего подобного, девчули. Но, во-первых, давайте будем честными, у нас очень много игрушек всяких взрослых для женщин, и не стесняйтесь, ими пользуйтесь. Поэтому, у кого нет возможности, да, каким-то образом найти мужчину для здоровья, ну, неважно, или у вас очень много комплексов, или еще очень много всяких моментов, предрассудки, все, есть много взрослых игрушек. Онлайн заказывайте, играйте себе. Только самое главное, что вы должны оргазм испытывать. Это у вас должно присутствовать в вашей жизни. Опять, это здоровье. Желание у женщины будет всегда, если вы здоровы. Отвечая на ваш вопрос, живая женщина себя будет чувствовать всегда живой, если у нее есть желание съесть кусочек кекса. Если этого желания нет, ну, к сожалению, если вы одинока, например, то у вас не будет гореть этот глаз, чтобы вы понравились мужчине. Потому что мужчина, в первую очередь, видит вас, как бы это ни звучало, но в первую очередь он видит вас, как кусочек кекса. Только потом он начинает уже, там, душа, там, и все остальные дела. Ну, так они сделаны, вы понимаете? А теперь анекдот. Анекдот. Пожилая пара заходит в автобус, или в троллейбус, трамвай, неважно, садятся. И тут же на остановке заходит молодой парень садится напротив них. И бабушка сидит так, юбочку поправляет, так прямо кокетливо. А ее муж, дедулечка, говорит, слышь, ты, старуха, ты тут одной ногой на кладбище, и все вот этой фигней страдаешь. А она так поворачивается, говорит, слышь, молодой, по моему кладбищу еще кто-то пройдется, а вот твой покойник уже нафиг никому не нужен.